воскресенье 10 апреля я так рада что я начинаю брать себя в руки домашние дела подожду это можно вообще целыми днями заниматься детей отправила играть баскетбол а сама хочу покрутить педали позаниматься гантелями муж взял собаку и гуляет на пляже лео сидит дома так что у нас все как бы при деле здесь переделали джим я сегодня буду заниматься вот по таким карточкам вчера я сделал упражнение на руки и на пресс вот досюда а сегодня у нас будут ноги и нижняя часть тела я с собой довольна к лету надо конечно худеть мне нужно убрать кое-что с боков уши и жопы тоже должны уйти вообще осталось до лета то совсем ничего и вы сами понимаете что когда первый раз одеваешь платье смотришь на себя и думаешь господи ноги как у курицы мороженое сине-серые какие-то все изъяны на коже видны вам никогда не доводилось в начале лета мерить купальник даже самый дорогой даже самый красивый который убирает все ваши недостатки и проблемы вы все равно смотрите на себя и думаете господи какой же это отвратительное зрелище зато в конце лета вы можете купить купальник за 2 евро которые вот одноразовые фактически надеть на себя и вы все равно себе нравится потому что все загорелая целлюлита не видно какие-то подтянутые вы смотрите на себя уже другими глазами поэтому конечно к лету надо немножко подготовиться хоть чтобы чтобы не было такого культурного шока когда вы первый раз одеваете платье или купальник или какие-то футболочки обтягивающие в общем-то девочки давайте себя приводить в порядок не буду делать мотивацию потому что как только если я говорю что тараня давай все я худею таня значит бежит к холодильнику и ест за троих вот мне эти мешочки с песком вообще зашли здесь тоже написано сколько килограмм в каждом мешочке знаете отличие от железяк во первых у тебя не натирают руки во вторых очень приятная вот эта ручка деревянная и сам мешок если вдруг неправильное движение она стукается у тебя по кости смягчает удар моим мужикам не понравилось мои мужики забарковали и георгий и муж даже не подходит к этим мешкам а мне эти мешки зашли их я прям обожаю мне так все это понравилось я сегодня опять не все доделала у меня осталось еще несколько страничек в основном это опять ноги и пресс так что это на завтра а я сейчас сяду на такой тренажер и симулятор гребли так что это даже полностью погружение можно сказать в звуки и ощущения бак наполнен водой все поплыли сегодня воскресенье мы приехали на море пока есть солнышко погода немножко переменчивая с ветром но этот пляж так очень маленький со всех сторон горы я надеюсь что мы здесь хорошо посидим сейчас начали открываться рестораны на пляже народу особо никого нет но я думаю что скоро все придут вот собственно туда вниз мы идем сейчас это выходные я не убиралась да дети собаки вот так у нас выглядят стекла где-то собаки где-то дети я не знаю в чем должны быть пальцы чтобы такие следы оставлять месторан worла т.е. Полчаса назад я помыла окна, пока выгнала У меня сейчас работает пылесос, очень мне помогает, просто палочка-выручалочка Я сижу работаю, меня никто не трогает, все закрылось, чтобы пылесос здесь в комнату пропылесосил Я чуть поработала и все Вы видите, мы поставили шезлонги к окну, потому что несколько раз птицы бились в окно Я так понимаю, что они не видят ничего и пытаются залететь сюда, ударяются сильно о стекло, потом отползают в кусты В общем-то, очень неприятно, шторы я пока не могу подобрать, потому что окна очень высокие, окна очень большие Шторы нестандартные, я уже объехала 3-4 магазина, скорее всего, на это заказывать в интернете, но в Испании все проблематично с этим Поэтому я буду искать так Сегодня мы идем на день рождения Чем день рождения это знаменательно? Во-первых, я не знаю, к кому я иду на день рождения Во-вторых, ладно бы, если бы я не знала, к кому я иду на день рождения Мой муж тоже этих людей особо не знает Он познакомился с ними в пятницу и его пригласили на день рождения Всех нас пригласили на день рождения Это русская семья Не знаю, чем мой муж зацепил эту пару Но сегодня мы идем знакомиться Так, похоже, это место, куда нас пригласили, это ресторан Французский Музыка слышна уже? Очень странное ощущение, когда идешь и не знаешь, к кому ты идешь на день рождения Это только в Испании можно встретить туалет, где наверху есть гнездо ласточек И они, в принципе, гадят в рукомойник такой дизайнерский Но никто их не собирается отсюда выгонять И они живут вполне хорошей жизнью Правда, я там никого не вижу Надеюсь, что они там все живы и здоровы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ты откуда такой пришел? Вот Вот для кого мы будем бассейн чистить, наверное Он начал в бассейн лазить и плавать там Пока не высохнешь, не придешь домой А ты молчи Все, молчи-молчи Иди спать У меня тут опять кружок очемелой ручки Купила в декатлоне коврики такие для фитнеса Клетку уже, можно сказать, оббила дермантином Мне сейчас надо единственную клетку зафиксировать В общем-то, сетку я натянула, клетку установила Эти картонки, которыми я закрывала клетку, когда мы ехали сюда Я их, конечно, уже выброшу Они отслужили свое Просто надо было чем-то их разгородить Поэтому сделала так А сейчас уже делаю все по уму, как бы, как надо Надеюсь, клетка сейчас будет очень хорошо установлена И будет вообще шикарно Погода все хуже Я, видите, в пальто, в куртке и так далее Холодно, ужасно 13 градусов показывает Это уже час дня То есть теплей не будет явно Я сегодня сходила, накрасила ногти Не скажу, что, конечно, прямо очень классно Но мне понравилась цена Маникюр-падикюр стоит 58 евро То есть совсем, получается, не так дорого По сравнению с лондонскими ценами Ногти у меня теперь красивые По крайней мере, не так страшно Руки свои показывать А то до этого были Руки искусные, лак облез Терпеть не могу Когда вот такая неухоженность и неопрятность У женщины может не быть маникюра Но руки должны быть, конечно, всегда ухожены То есть кремчиком намазаны Без всяких царапин и так далее Когда у тебя руки как у рабочего Я еще вчера клетками занималась Тоже порезалась сильно Но сейчас все нормально Сейчас я чувствую себя женщиной Купили мы такие шторы с Георгием Сейчас будем вешать Как раз погода дождливая Это не тюль Что-то типа легкого хлопка или льна Ну, в общем-то, посмотрим, как это все будет выглядеть Я думаю, что уж лучше, по крайней мере, чем голые окна Вот там еще три штучки вот там Мы промахнулись с размерами Повесили только три полотна Это ровно пол комнаты У нас еще осталось одно полотно Размер этих штор 200 на 280 280 это длина То есть получается, что мы почему-то насчитали 380 Половина комнаты и 380 другую половину Получается, что гораздо больше В общем-то, я так думаю, что повешу еще одно полотно И нам нужно будет тогда купить еще два Вот так это сейчас выглядит Но со шторами, конечно, все гораздо лучше У нас сейчас пока бардак Потому что без лестницы, со стула Вот пытались повесить шторы Но все у нас получилось Остается до отъезда всего какие-то два дня Мы с Лукашей сидим в кафе Потому что у нас закончился хлеб И по крупному счету в магазин Я поеду только уже перед отъездом Чтобы купить нам что-то в дорогу Поэтому будем так как-то Перебиваться на сухомятки и так далее Подъедать то, что осталось дома Двоякое чувство всегда после каникул С одной стороны, жалко, что они заканчиваются С другой стороны, всегда ждешь как-то Возвращения домой Потому что планы наполеоновские Хочется и то, и се, и пятое, десятое В этот раз нам не повезло немножко с погодой Но у природы нет плохой погоды Мы зато сделали кучу всяких домашних дел По дому, по саду Я этому очень рада Иначе бы мы просто все каникулы прогуляли На этом я, наверное, буду заканчивать свое видео Как всегда, жду ваших комментариев и лайков Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok